Меня раньше бесили дети, которые орут в самолете. Сейчас я понимаю, что это единственные адекватные люди вообще на всем самолете. Сейчас я думаю, а что мы не орем со взлета до посадки? Взрослый человек тоже боится. Нас просто приучили сдерживать свои эмоции. Мы боимся показаться слабыми. А детям нечего стесняться. Они пока этого не умеют. Их эмоции чисты и искренни. Я вот сейчас начал еще на самолетах дополнительно бояться летать. Я за жизнь, наверное, уже раз 600 слетал. Вот сейчас вот начал бояться, потому что понял, что не может так долго везти. Когда ты вообще ничего не контролируешь, и твоя жизнь полностью зависит от умений и решений других незнакомых, пусть даже опытных людей, это страшно. Ну а с другой стороны, хочется и попутешествовать. На поезде не везде проедешь. Я понимаю, что ты нас хочешь успокоить. Но проблема в том, что Саратов, он твердый. Наверное, можно что-то придумать и улучшить безопасность самолетов. Но это очень дорого для бизнеса. Это невыгодно и неэффективно. Конкретная человеческая жизнь не так ценна в масштабах целого мира. Вы, кстати, как, верите во что-то после смерти? Похлопайте, кто верит во что-то. Ну, удачи. Нет ответа на этот вопрос. Нужно успокоиться, стараться жить по совести, а там будь что будет. Меня больше всего восхищают как раз люди, которые верят в рай и ад. Потому что, прикиньте, насколько вообще нужно быть мужественным человеком, чтобы всю свою жизнь жить с мыслью, что после смерти тебя с 50% вероятностью будут ебать черти. Я считаю, что это иллюзия, которая пугает сознание. А напуганными людьми проще управлять и манипулировать. Никто же не может это доказать или опровергнуть. Тогда и утверждать не стоит. Да вы и верите в рай и ад. Почему? Потому что вы думаете, что вы в рай попадете. Хотя на самом деле вы попадете в ад. Да, все вы попадете в ад. Весь этот зал будет гореть в аду, блядь, с синим пламенем. Это я вам обещаю. Чем больше денег у человека, тем свободнее его мысль. Вот вы бы, друзья, смогли то же самое со сцены сказать на камеру. Возможно, бы и смогли, но нас не воспримут так, как воспринимают Ваню. Известному человеку всегда позволено чуточку больше. Конечно, было бы здорово, чтобы сразу двое детей родилось. И чтоб сразу 18-летние. Чтоб сказать, пиздуйте, бабки на карту мне скидывать. А это интересная тема на самом деле. Когда вдруг достигнув определенного возраста, тебе сообщают, что ты чуть ли не должен, вызывая у тебя чувство вины. Езжай-ка ты на заработки. Типа мы тебя растили, кормили, поили. Будь добр и нам принеси пользу. На мой взгляд, ребенок способен сам принимать решения, кому и что он должен. И манипулировать его чувствами это немного непорядочно. Это же человек, а не ваша инвестиция. Если он посчитает нужным помочь сам, когда никто не манипулирует его решениями, тогда это будет честно, искренне и без манипуляций. А если нет, то возможно есть причины. Возможно какая-то затаившаяся злость. Мы же не знаем подробную историю вашей семьи. Что вы думаете о Ване Усовиче? Как вам стендап в целом? Считаете ли вы Ваню смешным комиком? Или же он просто обычный человек из народа, которому фортануло? Оказаться в нужное время, в нужном месте, с нужными людьми, и знать, что им сказать, чтобы им понравиться? Немаловажный фактор. Судя по всему, Ваня зацепился за возможность. Друзья, приглашаю вас на мой телеграмм. Философия, психология, отношения между людьми, манипуляции, паразитизм. Если в вашем окружении есть подлецы и лицемеры, то мы их обсудим. Ссылка на телеграмм есть в описании и комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok